Проект «Топчемся по точкам» — совместная разработка Яндекс.Карты и посольство Музея современного искусства «Заман». Задумка состоит в том, чтобы помочь туристам лучше познакомиться с культурой и историей Уфы, а местным жителям взглянуть на родной город под необычным углом. Первый гид ведет нас по знаковым для уфимского рэпа местам, а второй — по интересным историческим. Яндекс.Карты предложили нам создать совместные маршрутные гиды, и нам это интересно по той причине, что мы также исследуем локальности города и вообще, в принципе, территории, на которые мы находимся, на которые оказываем свое влияние, как институция современного искусства. Найти гиды можно тремя способами. По QR-коду, который находится на плакате у кассы книжного магазина, в посольстве «Заман», по ссылке, который можно получить там же, или же в Яндекс.Картах, в карточке музея «Заман». Найдите его в поиске и выберите нужный гид. Мы решили поближе познакомиться с гидом под названием «Исторический центр Уфы» от деревянного зодчества до неоклассицизма, и отправились по его следам. Оказалось, он ведет нас по 11 точкам, которые специально собрал и описал краевед Динар Бурангулов. Красивые, но порой незаслуженно забытые места показывает старую Уфу, которая пока хранит дух и атмосферу прежних эпох. Первая точка на карте гида – это здание Минздрава Республики Башкортостан, которое находится на пересечении улиц Тукаева и Советской. Архитектурный облик дома похож на сталинский ампир. Однако в действительности он был построен еще до революции, в 1850 году. В комментариях гида-краеведа рассказывается о том, чем интересна старейшая мечеть Уфы, о чем может рассказать дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова и где можно прочувствовать по-настоящему петербургское настроение. Пожалуй, большинство уфимцев, проходивших мимо или заходивших во двор этого дома, на мгновение ощущали себя не в Башкирской, а в северной столице Санкт-Петербурге. Однако не каждый знает, что это южный доходный дом Савельева. Гид рассказывает, что после революции это интереснейшее здание превратилось в доходный дом. Живут здесь люди и сейчас, только уже в полноценных квартирах. Топчемся по точкам – это не просто проект. Его авторы говорят, что он создавался для того, чтобы как можно больше людей чуть глубже познакомились и заинтересовались местной историей и архитектурой. Алина Акчурина, Марат Кашапов, Ильдар Гореев. Сяуфам.